Наш сегодняшний текст начинается словом «знать». Это одно из важнейших библейских слов. В Библии много сказано о знании и о том, какое важное значение имеет оно в жизни каждого человека. Но не всякое знание полезно. Нас интересует такое знание, которое приносит пользу. Знание, сходящее свыше. Есть знание, которое влечет за собой утомление духа. И умножение такого знания, говорит Слово Божие, только умножает скорбь. Не это знание имеет в виду апостол Павел, когда он пишет в Фессалоникской церкви «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Посмотрите, сколько в Библии употребляется слово «знать». Например, в одном маленьком послании Иоанна это слово в той или иной форме повторяется почти сорок раз. В наше время вошло в моду во всем сомневаться. Нам говорят, что мы ничего точного не можем знать и потому должны постоянно находиться в состоянии неуверенности. Наши поэты, писатели, философы, политиканы и даже есть религиозники, которые внушают нам этот дух сомнения. Поэтому, как приятно и сладко в такой атмосфере колебания и неопределенности слышать «Мы знаем». О, какое чудное знание имеет чадо Божье! И как дивно звучат слова «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь». «Знаем, что когда откроется будем подобно Ему, потому что увидим Его, как Он есть». «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Обращаясь дальше к верующим, Иоанн говорит, «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». В этом возлюблены и преимущества детей Божьих, что тот самый Дух Святой, который является автором Библии, Он самый живет в них, и Он является их Учителем. Он им дает знания и уверенность, которых дети мира сего не имеют. Но как иначе звучит неуверенный и нерешительный разговор мудрых мира сего. Возвратимся теперь к нашему тексту в первом послании апостола Павла фессалоникийцам. Что говорит им Павел? «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Так названы дети Божьи. Возлюбленные Богом братья. Заметьте, что нигде так не названы неверующие. Те, которые родились выше, которые приняли Сына Божия, о них и только о них можно сказать, что они Богом возлюблены. Во втором послании тем же верующим апостол Павел говорит, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья». Тут не имеется в виду любовь, о которой мы читаем в Евангелии от Иоанна 3,16, где сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир». Нет, это любовь к грешнику, а любовь отца к детям своим – это та любовь, о которой Иоанн упоминает в своем послании словами, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Видите, это любовь иная. Да, воистину Бог возлюбил мир, и притом так возлюбил Его, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый без исключения верующий в Него мог получить спасение. Но для мира Бог не является Отцом. Он – Отец только тем, которые откликнулись на Его любовь к грешному миру, принятием Его дара спасения. Например, моя любовь совершенно иная к чужому ребенку, чем к своему. Это естественно. Так и любовь Божия. Его любовь к своим особо. Возлюбленные Богом братья. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Некоторые верующие боятся этого слова «избрание». Может быть, потому что они Его не понимают или не могут Его объяснить. Дорогие мои, нам не нужно Его бояться. Это дивная истина, о которой учат Слово Божие. Сам Спаситель сказал «Ибо много званых, а мало избранных». Господь употребил тоже это слово, когда, обращаясь к ученикам, сказал «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И дальше, в этой же пятнадцатой главе Евангелия от Иоанна, Он говорит «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы вас. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Мы думаем, что мы Его избрали, когда фактически Он нас избрал. Это, конечно, мы узнаем только после нашего обращения. Эта истина не для грешника. Он ее не может понять. У неспасенного человека нет основы, чтобы вместить в себе эту истину. Если ты, мой друг, родился свыше, то подумай, какая милость это от Бога, что Он тебя избрал. Почему Он меня избрал? Он ведь мог бы избрать гораздо лучшего, кого-нибудь более способного, интеллигентного, сильного. Но Он этого не сделал. Он просто взял и избрал тебя и меня. Какая благодать, какая милость! Разве нет причины возвысить свой голос хвале и благодарности Богу? Вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Он сказал, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Как не радоваться, дорогие мои, как не славить и не благодарить Бога за такую дивную любовь! Возлюбленные, подумайте, что Бог, всемогущий и всезнающий, зная все, что нужно о нас знать, тем не менее, из всех миллионов людей на этом земном шаре, позволил нам услышать благую весть, чтобы мы, уверовав в нее, спаслись. Если ты ничего не находишь, за что бы мог благодарить Бога, то ты всю вечность можешь благодарить Его за то, что Он тебя спас. Возьмите по сравнению со всем населением нашего земного шара, немного ведь рожденных свыше. И подумай, мой брат и сестра, что ты один из этих немногих. А могло ведь быть и иначе? Разве это не милость Божия, что ты спасен? Мой дорогой радиослушатель, позволь задать тебе такой вопрос. Допустим, что тебе сегодня пришлось бы умереть. Куда бы ты пошел? В ад или на небо? Если ты не знаешь, то могу сказать, не колебаясь, что ты не спасен. Тот, кто спасен, знает, что перешел от смерти в жизнь. Но ты говоришь, я не знаю, являюсь ли я одним из избранных. Тебе это не нужно знать. Ты можешь быть спасенным сегодня, ибо та же Библия, которой учат о избрании, учит и о том, что всякий, кто желает, может получить спасение. И чтобы у тебя не было ни малейшего сомнения в том, что и ты можешь быть спасен, Дух Святой включил этот чудный призыв ко всем в самом конце Библии на последней ее странице. Такие слова. Слушайте. И Дух, и Невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит. И желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Может ли тут быть какое-либо сомнение, дорогой мой, что и ты включен? Если ты услышал этот призыв к спасению, если жаждешь или имеешь малейшее желание его иметь, то ты можешь его иметь сейчас. Какое чудное равновесие в Библии. Эту равномерность мы видим в том, что Библия учит о суверенности Божьей, то есть о его полновластие избрать, кого он хочет, и в то же время эта же Библия учит о нашей ответственности, о свободе воли человека. Библия одновременно учит как одну истину, так и другую. Но вы скажете, как могут обе быть верными? Это возлюбленные мы узнаем, когда попадем на небо. Оба учения находятся в Библии. Они оба верны, и я им обоим верю. Полностью я их не могу объяснить. Но мы проповедуем Евангелие так, как будто спасение зависело всецело от нас, а результаты мы оставляем с Богом, как будто оно зависело всецело от Него. Приведем хотя одно такое парадоксальное место из Слова Божьего. Пишет апостол Павел. Слушайте. «Посему, — говорит он, — я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Припомним, что апостол Павел, когда писал эти слова, был в узах. И спрашивается, зачем нужны все эти страдания, чтобы они были спасены через Иисуса Христа? Разве это не лишнее? Если они избраны, то так или иначе они спасутся и без тебя, Павел. «О, нет, многое зависит от меня, — говорит он, — я должен дать им возможность услышать благую весть. Оно всецело от меня зависит. Если я не принесу им благую весть, то они погибнут. Да, посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Сказал это тот, который больше всех учил о избранье. Будем помнить, Божья сторона — избранье, человеческая — его личная ответственность. Иначе говоря, в спасении играет роль две стороны, и между ними нет никакого нарушения. Мы попадаем в затруднение, когда мы за счет одной истины напираем на другую. Когда мы подчеркиваем избранье до такой степени, что не видим, что любой жаждущий и желающий может прийти ко Христу, или когда мы выделяем человеческую сторону так, что избранье Божье выпадает, тогда мы в опасности оказаться лжеучителями. Мы должны придерживаться как той, так и другой истине. Если мы верим Библии, тогда мы должны верить в обе истины, потому что Библия учит как одну, так и другую. Есть многое, которое мы нашим ограниченным умом никогда в этой жизни не поймем. Как говорит Слово Божие, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам». Нам всего не открыто. То, что скрыто, оставим с Господом. Человек, который готов, как говорит Христос, стать как малое дитя, для него это не представляет никаких проблем. У него хватает места для обеих истин. Нет человека, у которого Бог бы отнял свободу его воли. Благодать не связывает волю, но освобождает ее. Возлюбленные будем просто как дети, и тогда нетрудно будет верить всему, что учит Слово Божье. Мой дорогой друг, если ты еще не познал Господа, то знай, что Божья воля — чтобы ты тоже был спасен. Слушай, как ясно об этом говорит Дух Святой устами апостола Павла. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Что может быть проще и яснее? Божья воля — чтобы ты был спасен. А слушайте, как повторяет эту же истину апостол Петр. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Согласно этим двум местам, из того же Священного Писания, одно от пера Павла, другое от пера Петра, ты можешь сейчас получить полное прощение грехов и жребий со всеми избранными и скупленными детьми Божьими. Никто на основании Священного Писания не может сказать, что спасение не для него, что оно не к нему относится, что Бог не хочет его спасения. Как ты должен быть благодарен Богу, мой еще не спасенный друг, что еще не поздно, что таковым, как ты есть сейчас, ты можешь прийти к источнику для омытия грехов и нечистоты. Слава и благодарение Господу, что есть и для тебя надежда. Подумай, тебе гарантировано место на небе, тебе ничего не нужно платить, не нужно тебе присоединиться какой-либо религии. Ты можешь быть спасенным принятием Иисуса Христа как своего личного Спасителя. На что тебе ждать? Что тебя удерживает? Почему сейчас не принять этот чудный дар вечной жизни? Заметьте, как сам Иисус Христос учил эту двоякую истину. Все, что дает мне Отец, говорит Он, ко мне придет. И если ты скажешь, что ты один из тех, которых Отец не избрал, ну тогда слушай, что Он дальше говорит. И приходящего ко Мне не изгоню вон. Если ты придешь к Иисусу Христу сейчас, то Он тебя не изгонит, потому что ты один из тех, которых Отец дает Сыну Своему. Или возьмите другое место, где Христос, стоя перед толпой, говорит, все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, кому Сын хочет открыть. И опять, если ты скажешь, как я могу знать, что я один из тех, которому Сын Божий хочет открыть, тогда останься на пару секунд и дослушай. Что дальше, говорит Христос? Он еще не кончил. Он добавляет эти чудные слова, включающие всех, без исключения, придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные. Мой друг, и ты включен в это недопускающее исключение слова «все». Спасение не ограничено. Христос умер за весь мир, дабы всякий верующий в Него получил жизнь вечную. Прими и ты Его, если ты этого еще не сделал. Тогда и ты возрадуешься тому чудному факту, что и ты избранный, что ты Богом возлюбленное чадо Его. Приди к Нему сейчас, без замедления, да поможет тебе Господь. Аминь.